Мы окушили? Можно уже? Можно, да? Добрый день, дорогие читатели и смотрители АИФ. Гостяк у нас на прямой линии главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Украины, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, репродуктологии Национальной медицинской академии после дипломного образования имени Шупика, доктор медицинских наук, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, профессор Каменский Вячеслав Владимирович. Вопросы можно задавать по нашей прямой линии, телефончик 205-4304. У нас уже сейчас есть вопросы, которые оставлены на сайте. Я предлагаю, сейчас мы пойдем просто по порядку, а дальше вопросики пойдут, да, по звонку. Вопрос от Оксаны. Моей подруге 41 год, замужем она не была, кажется, был один или два аборта. Сейчас хочет завести ребенка чуть ли не от первого встречного. Насколько реально забеременеть и родить ребенка в таком возрасте? Нет ли у нее риска родить больного малыша, если забеременеть все-таки удастся? Ну, в одном вопросе 4 или 5 на счетах. Ну, в женщины. В одном вопросе 5 вопросов. Во-первых, мне очень не нравится формулировка «завести ребенка». Ну, что это, наверное, больше касается там каких-то животных, извините, но мне, как акушер, я не полно услышать словосочетание «завести ребенка» это как-то не совсем правильно. И, может быть, из-за того, что мы в таком, наверное, аспекте сегодня воспринимаем «завести ребенка», поэтому и люди откладывают это наподобие. Сейчас я куплю новую машину, завтра я куплю новую квартиру, а потом заведу ребенка. Мне кажется, что рождение ребенка – это очень ответственный момент, и рождение ребенка должно быть осознанно. Есть очень такая серьезная категория, скажем так, психологии, медицинской психологии, акушерской психологии – это осознанное отсутствие. Имеется в виду осознанное материнство, осознанное отсутствие. Потому что отмечено, что дети, которых хотели, добиваются гораздо большего в жизни, чем те дети, которых не хотели, а к ужасу еще, от которых хотели избавиться внутри утра. И есть большие и серьезные работы наших коллег за рубежом, которые показывали, что процент вот этих нежелательных детей, если так можно сказать, среди пациентов в психиатрических больниц, среди домоинтернатов, среди заведений, где люди отдавают наказание, намного выше. То есть мы говорим о том, что ребенок должен быть желанным, ребенка нужно хотеть, и он должен это понимать. Даже если он не планируемый, вы понимаете, о чем речь идет. Случайная беременность, не планируемый ребенок, но он должен быть желанный, так он принесет светлые ощущения свои в наши пыльники. Поэтому категорию завести ребенка сразу мы говорим как некорректную. Второй момент. Любая беременность, которая наступает, она предполагает физиологическое течение. Несмотря на то, что в 30 лет она наступила или в 40, просто вероятность этой беременности после 40 лет снижается. Это второй момент. То есть если беременность наступила, она уже природой предусмотрена как физиологическая. А третий вопрос здесь я отвечаю. Если после 40 действительно есть риск каких-то патологий со стороны ребенка, и еще 20 лет назад это было достаточно проблематично, потому что мы не имели ни диагностической возможности, ни тестов всевозможных, ни даже аппаратов ультразвуковой диагностики, которые могли бы ответить на эти вопросы. Сегодня четко все пациенты, которые проходят через вспомогательные реконструктивные технологии, или те пациенты, которые приходят к нам, скажем так, в районе 40, или до 40 примерно, или чуть после 40, проходит очень тщательный скрин. Очень. Сюда входят и биохимический скрин, сюда входят генетический скрин, сюда входят повышенное внимание ультразвуковой диагностики. Это современные аппараты, которые определяют все индексы, которые считают кровенаполнение, и риск рождения больного ребенка снижается, если правильно, все четко сделано, организована процедура вот этого наблюдения. Тогда в тех случаях, когда что-то у него не исправляется, у нас всегда есть время и зазор, чтобы открыть. Вообще, я хочу сказать, что это касается не только тоже четвертого года. Это касается не только женщин 40 лет, или 40-й год. Каждая беременная должна понимать, что сегодня в стране есть четко строенная система выявления пороков развития. Потому что следующий вопрос я читал в отношении того, сколько детей умерло до года у нас в стране. И я могу ответить, что это где-то около 4 тысяч детей. Примерно. Ну, это чуть больше, чем в Европе. Ну, такая статистика. Так вот, каждый третий ребенок, который умирает до года, это ребенок, который умирает от пороков развития. От пороков развития. То есть, не был на выделе. Какая задача? Вот мы с вами сегодня очень активно обсуждаем и принимаем участие в национальном проекте «Ново житя», который приходит под патронатом президента. И речь же идет не о том, что нужно отремонтировать там некоторые роддома, там, оснастить их просто хорошей аппаратурой. Речь идет о том, чтобы научить доктору работать по современным правилам. Раз, но самое главное, это создание системы отбора пациентов по уровню. То есть, речь идет, чтобы одинаковую помощь, профессиональную, в плане или борьбы с бесплодием, или наблюдения за беременностью, или борьба с осложнением этой беременности, рождение нормального здоровья ребенка было доступно, начиная от беременности, от района и заканчивая в столице. Вот что мы подразумеваем под национальным проектом «Ново житя». То есть, не просто там покупка оборудования, не просто там ремонт, а создание именно этой системы. И эта система предусматривает… Я просто буду отвечать тут вопросом. Просто, когда Сережа машет рукой, это значит, что у нас есть звонок. А, хорошо. То есть, я буду взаимосвязывать, чтобы оно имело какую-то логику. Хорошо. Изложение. Речь идет о том, что каждая женщина на любом уровне могла получить квалифицированную, правильную помощь. Вопрос номер один. Очень много семей не имеет детей в группы, до миллиона семейных пар, но не имеет детей по тем или другим причинам. Я прошу, пожалуйста, давайте… Ответим, а то сейчас я там потеряю. Потому что человек на рюне… Я потом напомню. Пожалуйста. Алло. О. Да, да, здравствуйте. 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 Скажите, вот мы еще и хотим так сказать, совместно рожать детей, и читать специальные занятия, и на том, что хорошие свои идеи будут делать интерфаривание врачи-потоночников. Читали в интернете и литературу о том, что эта процедура небезопасная. Нельзя ли врачи-потоночников, потому что нам привыкли на это говорить, что есть какие-то упражнения, и два обращения. Где правда? Спасибо за вопрос. Правда, правда посредине. Если это я так условно говорю, но дело в том, что больше половины родов проходят безболезненно у женщин. То есть более 50% женщин рожают безболезненно. И только где-то 40-45% нуждаются в обезболивании. И уровень вот этого обезболивания, он разный, потому что болевой порог разный. И когда мы говорим о анестезии, которая связана с пункцией канала, скажем так, там различные, есть эпидуральная анестезия, есть канальная анестезия, это только уже вершина вот этой пирамиды. А начинается это, во-первых, с простого какого-то психологического настроя. Раньше была целая вот такая программа, которая называлась психо-профилактическая подготовка к родам. То есть женщина должна настроиться на эти роды, как на любую процедуру. То есть возьми любого человека за руку, сожми внезапно, он не ожидает, он скрипнет, и ему будет неприятно, дискомфортно. Если за человеку скажешь, или просто протягивайте руку для рукопожатия, пожали руку, и вы понимаете, что это рукопожатие. Это поэлементарным моментам, но тоже касается и родов. То есть женщина должна быть настроена на роды. Это очень здорово, что вы собираетесь вместе с женой принимать участие в родах, потому что присутствие близкого человека поможет вот этот момент какого-то там стресса, какого-то ожидания чего-то неизвестного. Вот оно смягчит, и понятно, что неприятные ощущения во время первого периода родов, они будут меньше. А в тех случаях, когда нужно усилить, применяются различные способы. Там и шведская стенка, и джакузи, и там специальный мячик, на котором женщины прыгают, и свободный выбор позиций во время родов. И только примерно 10% женщин будут нуждаться в более сильных каких-то моментах. В том числе, раньше это было применение записи азота. Теперь очень неплохо, очень неплохо в мире зарекомендовали себя те методы обезболивания, о которых вы говорите. Должны быть четкие показания, должны быть взвешены противопоказания, для того, чтобы они привнесли пользу, а не дай бог не навреди. Во всяком случае, у нас целый цикл подготовки анестезиологов для роддомов работает у нас. Есть специалисты, которые готовят анестезиологов для этого, для работы с беременными. И мне кажется, что это абсолютно щадящий и правильный вариант, когда мы избавляем женщин от неприятных ощущений. Спасибо, мы ответили на Ваш вопрос. Спасибо, до свидания. Вы говорили о том, что порядка миллиона бездетных пар в стране. Да, и в этой системе, о которой мы с Вами говорим, должно включаться подготовка, это помощь, чтобы эти пары забеременели. И что очень важно, мы возвращаемся к вопросу в роженых породах, мы возвращаемся к первому, после 40 лет, беременность должна четко мониторироваться, то есть мы должны вовремя обращаться в женскую консультацию, где при необходимости должны делать скрининговые тесты, биохимический скрининг, генетический скрининг и метрозуковые обязательства. То есть до 12 недель первый раз, 19-20 недель второй раз, и третий раз по необходимости, там уже поближе к родам, чтобы посчитать инвекции, посмотреть, как прикреплена пуповина, ну там уже свои нюансы, которые уже подводятся к родоразрешению физиологическому. То есть наблюдение за беременностью и отслеживание по беременности, это очень важный, но и очень важный год. То есть вот если мы этот комплекс сможем зациклить для всей страны от первичного уровня, до третичного, скажем, от райцентра до города Киева, до Донецка, Львова, Харькова, где очень серьезные школы, в Шевске, и где женщины смогут вообще сильнее, можно получить, потому что, если мы раньше говорили, что рождение детей, и проблема с рождением детей, это больше все-таки связано с женщиной, то сегодня я вам хочу сказать, если мы говорим о каких-то проблемах с зачатием ребенка, то причины этой проблемы разделились на 50 на 50, 50 мужские факторы, 50 женские. То есть мы с вами должны говорить о семье, начиная с зачатия этого ребенка, начиная с пронашивания этой беременности, контроля за этой беременностью и рождение. И очень благодарен нашему сегодняшнему, это как слушателю и читателю, я не знаю, как правильно, потому что очень хорошо, когда этот комплекс, когда муж принимает участие, и мы опять же с вами говорим осознанное чувство отцовства, материнства, диспутабельным остается только один момент, в том, что я вам сказал, это непосредственное участие мужа во втором периоде, в момент вредство, в этом прорезом ребенка, тут каждый должен решить индивидуально, потому что, мне кажется, что это уже более такое профессиональное для подготовленных специалистов, которые должны это осуществлять, или это операция кисарского исчезда, или это рождение ребенка через естественные родные пути, но именно на этих 10-15 минут эта семья должна сама решить. А участие в вообще присутствии в первой перегрузе, снятием этого какого-то тревожного состояния женщины, уменьшение этого стресса, поглаживание за ручку, просто присутствие близкого человека, это однозначно должно быть. В Украине с каждым днем таких случаев ведения все больше и больше, в каждом роддоме есть семейный индивидуальный родительный зал, где это нужно. Я хотела, вот вы коснулись вопроса о политике государства, я помню, что, сейчас точно не вспомню, с первым и со вторым ребенком, но, когда остановилась на учет, говорили, что государственная программа, по которой, чем раньше ты становишься на учет, там получаются какие-то, то ли выплаты, то ли что-что-то, очень хороший вопрос. Как-то сейчас меньше мы начали на этом заострять внимание, но в многих странах это практикуется, и я думаю, что как-то нужно нам более активно в этом направлении тоже подумать, но это хорошая стена. До 12 недель, там раньше было, мы давали даже какую-то доплату на свойственную, я сейчас просто не уверен, существует, может быть, она небольшая, из-за этого надо не уточнить, я могу сделать звоночек, уточнить. Ну, просто сейчас я так вам там готовится закон о обязательном медицинском страховании, например, там, я не знаю, может быть, какие-то условия, это страховки для женщин. Ну, да, это очень хороший стим, очень классный. Так, Зоя из Полтавы. Мне 43 года, по всем признакам началась менопауза. Мне кажется, это слишком рано. А, так, звоночек, звоночек, слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у нас возразилась идея рожать дома на какой-то, какой-то, уже, на занятия делать это витаминное прошивание. Я не уверен, что, сколько мы спокойно пережить родные себя дома, я сомневаюсь, в стремлении нашей квартиры мы его снимаем, поэтому, что там было просто, я не знаю, как бы, где есть, чтобы уграбить поехать. Спасибо за вопрос. Роды дома? Да, да, роды дома. Очень какой-то злободневный этот вопрос сегодня в стране, не знаю, почему. Я сразу объясню свою позицию, я категорически против того, чтобы женщины рожали дома. Это может произойти, если там 3-4 роды не успели вызвать скорую, и женщина рожает дома, это вынужденная ситуация, или там, в каком-то местах, где затрудненный какой-то подъезд, или там, в горах, и вынуждены это все делать. А если это делается осознанно, это очень неправильно. Я больше 30 лет работаю в шерсте, и хочу сказать, что беременность и роды это физиологический процесс. Но, к сожалению, иногда бывают осложнения, которые приводят к очень грустным результатам и со стороны мамы, и со стороны ребенка. И я не хочу запомнивать, но в одной из областей в прошлом году у нас два случая подряд смерти дома из-за кровотечения. То есть, акушерское кровотечение предполагает неумение участия в родах подготовленных специалистов. И анестезиолога, и анестезиолога, и аниматолога, и интенсивиста, и вообще бронепоезды. То есть, вы знаете, как там в известной песне поется, что мы мирные люди, но бронепоезд должен стоять. Поэтому я потеорически прошу, что рожать нужно в лечебном учреждении, а лечебное учреждение должно создать такие условия, чтобы было комфортно под домом. Вот на таком компонисе только можно говорить о будущем. Я могу рассказать достаточно много случаев в Киеве несколько лет назад во время домашних родов ребенок захлебнулся плодными водами, умер. Через час его привезли в роддом, сказали, что давайте будем спасать. То есть, это очень большой риск. Я воспринимаю людей, которые рискуют своей жизнью или здоровью. Любителей экстремального спорта, какого угодно развлечения. Но я категорически против, чтобы рисковали жизнью еще не рожденного ребенка. На это не дал права никто. Ни Бог, ни общество, ни врачи, никто. Хотите своим собственным здоровьем, хотите своей собственной жизнью рисковать, пожалуйста. Но жизни вашего ребенка у вас такого права нет категорически. Папа, судя по всему, как раз не хочет рисковать. Ему вопрос, как убедить жену, так чтобы не было стресса. Убедить таким образом. Значит, надо прийти в роддом и попросить, чтобы показали родильный зал домашнего, семейного типа, индивидуальный родзал. И сказать, что любимая, я буду с тобой все время, пока ты будешь уезжать здесь. Я буду общаться с врачами, я буду общаться с шерпами, я буду общаться с медсестрами. И никто тебе здесь не навредит. Я твой гарант, который будет рядом с тобой. Я думаю, что это самый убедительный будет довод. И то, что вы волнуетесь о здоровье и жизни своего ребенка, и то, что вы волнуетесь о здоровье и жизни своей жены, я тоже похвалил. Спасибо за субтитры. То есть, он может прийти к главврачу? Абсолютно. Можно прийти к любому главврачу и сказать, что я хочу разубедить свою жену рожать дома. Мы хотели бы рожать в семейном родзале, здесь, я хотел бы быть везонным. Помогать вам. Вот и все. Спасибо большое за звонок. До свидания. Давайте тогда следуя вашей логике. Есть вопрос, как раз тоже мама спрашивает. Дочь ждет ребенка, Нина из Запорожья. Дочь ждет ребенка, живут с мужем в Киеве. Наслушалась, я так понимаю, дочка, наслушалась рассказов о том, что в Голландии женщины едут в роддом только в случае патологии, хочет рожать дома, пригласив какую-то акушерку. Как можно доверять побивальной бабке законные ли услуги, которые эта дамочка предлагает моей дочке? Услуги незаконные начались. Нет лицензии на ведение домашних водок. То есть это не санкционировано Министерство здравоохранения. Я уже отвечал, что каждый может рисковать своей жизнью. Рисковать жизнью нерожденного ребенка я не стал. Ну, во всяком случае, все те случаи домашних смертей, которые произошли в Украине, есть информация о участии медицинских работников, которые, когда случилась беда, сразу исчезают. Никаких претензий никто не может предъявить, потому что нигде не отображено, что они здесь принимают роды и оказывают помощь. Понятно. Спасибо большое. То есть это риск. Ну, как бы это риск родителей здоровью своей семьи, своего ребенка. Вопрос начали мы Зоя из Полтавы. Мне 43 года, и по всем признакам началась менопауза. Мне кажется, это слишком рано, но мой врач говорит, что при стрессах или отсутствии активной сексуальной жизни это вполне возможно. Я беспокоюсь, может ли за этим стоит что-то более серьезное? Врачу я верю, но сомневаюсь. Может, этот процесс как-то можно приостановить? Ну, давайте тогда определённое разъяснение. Может быть, курсы? Не, ну, курсы по акушерственной гинекологии топ-слейпопилиц. Сам по себе климат это ступень, это переход из одного качества в другой. То есть, когда женщина активно менструирует, когда у неё чётко каждый цикл в одном из яичников созревает яйцеклетка, переходит в состояние, когда эта яйцеклетка не дозревает до нужного до нужного состояния. Не в каждый цикл происходит созревание этой яйцеклетки. Это процесс, который аккуратненько переход из фазы репродуктивной в средней ранее репродуктивной, в средней и поздней репродуктивной. И искусственно останавливать этот процесс не очень хорошо, потому что это может вызвать какие-то гормональные большие проблемы. Нужно первое, что сделать, это проверить уровень своего женского здоровья. Имеется в виду отсутствие каких-то объёмных образований в щитовидной железе, молочных железах, в яичниках. Это состояние эндометрии. И если вот этот переход не сопровождается, например, повышением давления, какими-то депрессиями, какими-то страхами, и так далее. То есть, если нет, каких-то патологических проявлений этого перехода из одного состояния, скажем, в другое, то это вариант физиологии беспокоиться абсолютно не нужно. Но то, что раз в году каждая женщина должна сделать кольпоскопию, сделать бактериоскопию, сделать паб-тест на отсутствие онкологических заболеваний, то, что каждая женщина раз в году должна сделать маммографию, это однозорфия. В 40 лет, в 35 лет, в 45 лет, это разница мнения. То есть, общий уровень женского здоровья нужно пройти и посмотреть, а по наличию или отсутствию тех состояний, о которых я вам сказал, нужно будет решить, назначать какую-то корригирующую терапию или назначать. Но, во всяком случае, это вместе с лечащим врачом, нужно посмотреть, определить это. Спасибо. Так, это у нас есть уже, значит, Татьяна. Живу в Днепропетровске 3 года, сейчас, судя по тесту, забеременела. Как я могу встать на учет врачу по беременности, если в городе я не зарегистрирована? Могу я рассчитывать на помощь по месту работы? Просто у меня дома роддома все равно нет, девочки рожали, кто где, выезжая к родственникам. Ну, видимо, человек из какого-то на сегодня наши документы регламентирующие работу акушерской службы предполагают беспрепятственную постановку на учет любой беременной вне зависимости от места проживания, вне зависимости от прописки, вне зависимости от работы. Единственное условие, которое будет озвучено, это регулярное посещение врача. Раз в месяц нужно прийти, из-за чего могут быть какие-то моменты, что если женщина здесь не прописана, не живет, а живет, то есть какая-то определенная ответственность на участке женской консультации все-таки лежит. Поэтому просьба такая прийти, если вдруг участковый врач не может решить вопрос по постановке на учет, такого тоже бывает, значит, нужно зайти к заведующему женской консультации или к главному врачу роддома, написать заявление, что я хочу встать на учет у вас, обещаю, что я буду регулярно ходить, раз в месяц посещать врача, чтобы врач, который отвечает за течение этой беременности и кушевкой, не волновались, где эту женщину нужно будет потом искать. Ну, что, может быть, там сдали анализ мочи, а там, не дай бог, убили. Женщины по этому адресу нет. И врач, кушевка, чувствуя ответственность, начинает с удовольного искать, где эта женщина живет, как нужно пригласить на привод. Только с этим связано. Все остальное это умение. Она уже может прийти в женскую консультацию при роддоме? Или она может обратиться там, где, например, снимает квартиру, она может спокойно прийти в женскую консультацию и написать заявление, что я хочу здесь набираться. И зайти к заведующему отделу или к главному врачу. Есть отдельные женские консультации, есть женские консультации в составе роддома. Ну, то есть, это не имеет значения? Это не имеет никакого значения. у меня просто, я недавно вышла из декретного отпуска, когда я пришла в свою районную поликлинику, я потом там не стояла. Мне кажется, предлагали договор, по-моему, заключается между... Разные бывают. Мы пытаемся просто повысить ответственность. Бывает так, что человек приехал, пожил месяц на каком-то месте, встал на учет. Потом ситуация дома изменилась, и они с мужем уехали по другому месту жить. А числится она в женской консультации, и понятно, что врач несет ответственность. Начинает эту женщину из изгибы. То есть, если она меняет место жительства, то она должна сообщить об этом врачу, там со своими передачами. Абсолютно правильно. Взять выписку из истории наблюдения за беременностью, где будут указаны ее анализы, ее там ультразвуковое исследование, еще какие-то моменты. И с этой выпиской дальше двигаться. Ну, чтобы в другом у врачу идти там со своей историей. преемственность. Я просто это рассказываю для того, чтобы каждый из наших читателей, каждый из наших слушателей понимали, что степень ответственности за собственное здоровье нужны усилия. И особенно это касается беременности. Нельзя безответственно подходить к собственному здоровью, и тем более нельзя безответственно подходить к беременности. Вот у нас следующий вопрос. Девушка, явно понимая, что у нее может быть беременность, используя в качестве контрацепса вагинальное кольцо. Иногда пропускают сроки снятия одевания, ну, женщины. Иногда пропускают сроки снятия одевания, опоздания, опоздания колеблются в одном случае на день-два, в другом на несколько часов. Может ли это спровоцировать беременность? И сразу второй вопрос. Насколько опасна беременность при параллельном воздействии гормональных препаратов для моего будущего ребенка, если я все-таки случайно забеременна? Понятно. Сейчас мы ждем вопрос. Звоночек у нас. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на приму время какого? Да, совершенно верно. Задавайте Ваши вопросы. Здравствуйте. Я бы хотела отвечать Владимиричем передоварить если это возможно. Пожалуйста, он Вас слушает. Добрый день, доктор. Меня зовут Иванова, я живу в Абуховской в районе, и у меня вот такой вопрос. Вы подвиняете диагноз, потому что достаточно давно поставили в эпидемиологии, и хочется услышать вашу точку зрения, просто практикующие гинекологи, ну, скажем так, как бы очень разданные точки зрения, на это еще два, например, того, насколько это заболевание опасно или не опасно, какие необходимые методы лечения, там, оправданное или неправданное, скажем так, в раздельном смысле. Насколько это заболевание может спровоцировать, там, онкологическое заболевание, не более, что, допустим, у меня есть, но мама болела раком, а шейки, матки, и насколько эта осторожность как-то оправдана. и, скажем так, как себя вести, как и основной алгоритм поведения, и последнее, насколько оправданная точка зрения о том, что это заболевание провоцируется вирусом покрылого человека, который, в общем-то, вроде бы так, чаще всего перематывается именно мужчинами. Вот так. Спасибо большое. Да, мы поняли Ваш вопрос. Спасибо. Очень серьезный вопрос. И очень, ну, Вы так его задали, очень профессионально. Совместив тоже несколько вопросов. На сегодняшний день это, наверное, единственный рак, вирусная природа происхождения, которого практически доказано. И роль папиллома вируса как раз, ну, практически все случаи это папилломовирусная инфекция призвала к тому, что развился рак шейки матки. И ученые, которые это доказали, это фамилия Вацюркаузен, получил Нобелевскую премию за то, что вирусную природу рака шейки матки доказано. Это первая часть. Вторая часть. Этот рак не развивается за один день, за один месяц, за один год и так далее. Это целый, этап прохождения вот той дисплазии, которую вы сказали, от легкой степени до крайне тяжелой и потом предраковое состояние, когда этот вирус уже достигает базальной мембраны. Второй момент. Третий момент. Раньше, в чем примерно суть? Суть такая, что размер этого вируса меньше, чем ячейки в организме человека, которые воспринимают сигнал свой-чужой. Вот та система развлечений, вот если бактерия попадает, человеческий организм отличает, что это чужеродное, что-то попало и отвечает там температурой и борется с этим. Папиломовирус меньше размерами и лечение дисплазии, вызванной попиломовирусом достаточно сложное. Раньше просто там прижигание делали, но это устранение, потом лазерная коагуляция, потом там криевая деструкция, но это устранение последствий, а не причины. Устранение причины на сегодня радикально возможно с изобретением вакцины. Вакцина придумана таким образом, что эти частицы этой вакцины больше где-то примерно в 100 раз, чем частицы вируса, попиломовируса человека. И когда проводится вакцинация, человеческий организм срабатывает на систему чужой, вырабатывает собственные защитные моменты, которые позволяют нейтрализовать этот попиломовирус. И если дисплазия сама по себе не уходит, то на фоне вакцинации можно сделать и криодеструкцию, и коагуляцию, лазерную вакуализацию, то есть там методов лечения дисплазии много. Самое главное убрать причину. То есть нужно посмотреть, проверить себя на попиломовирусную инфекцию. Это можно сделать и в частных структурах, их сейчас достаточно много делают, и в государственных больницах. Но самое главное сделать ПАП-тест и посмотреть на активность этих вирусов. Раньше делали так иммуномодулирующая терапия после этой вакцинации. Сейчас можно делать параллельно иммуномодулирующую терапию и вакцинацию, но основное, я повторяю, лечение дисплазии, которая вызвана папиломовирусом и профилактика развития этой дисплазии в последующем в рак шейки, это все-таки вакцинация. Сегодня на рынке есть два вида вакцин, двухполентная, четырехполентная, это вам лечащий врач уже расскажет, но во всяком случае сегодня мы говорим о том, что есть шанс все-таки избежать серьезных осложнений, потому что осложнением дисплазии, вернее даже не осложнением, а следующим этапом дисплазии может быть предрак. Тем более, что у вас анамнез затягащен и есть семейственная предрасположенность, учитывая, что мама болела. То есть, ты благодарил Василий Слава Нюш, человек понимает, что главный алгоритм, то есть, в первую очередь, проверяет наличие вилка, да, потом степень, потом степень дисплазии и потом принимает решение. Если у вас, вы живете в Абухове, это не так далеко, вы подъедете на оболон в наш центр, у нас работает специальный кабинет патологии шейки матки, квалифицированные врачи, лаборатория очень, серьезные. Так что, вы можете подъехать к нам на Герой Сталинграда 16 в любой рабочий день с 9 до 16 и провериться и все, что нужно сделать, сделать у вас. Спасибо, Валерий Курасовна. Спасибо, Дмитрий Курасовна. Упеха вам. Вернемся. Все не слышали, что это сможет приехать, кто-то не сможет, но это должны принимать алгоритмы. Алгоритмы. Все-таки, возвращаясь, то есть, получается, что вопрос, который у нас был, озвучен, возможно ли беременность при незначительном жизни? Я понял. Современные контрацептивы предусматривают минимальную нагрузку гормональную, минимальную, так что никаких последствий для плода практически не может быть. Это первое. Второе, любой контрацептив местный, который принимается, или пластырь, или кольцо, или там пьется таблетки, он предусматривает определенную концентрацию в крови. Меньшую, большую, один гормон раньше выводится, второй там меньше выводит, медленнее выводится. Поэтому, я думаю, что риск минимальный. Если на день-два, риск минимальный. Ну и для плода это тоже так же. Так, Ольга из Киева. С удивлением узнала от подруги, что сейчас всем роженицам, да, правильно, в обязательном порядке рассекают промежность природы. Зачем, если человек в нормальной физической форме способен сам наркотить? Для меня большая новость, что обязательно рассекают промежность. Я не знаю, где Ольга это узнала, с удивлением, потому что я тоже с удивлением. Понятно. Сказывала, что беременность и роды физиологический процесс. В большинстве случаев это все так природой предусмотрено. Рождение не в воде, не в воздухе. Это должно происходить на земле, так как рождались наши предки, прапрапрашферы и так далее. И промежность рассекается только по строгим показаниям. Есть две операции, это эпизиотомия и перимиотомия. И каждый есть свой набор показаний и противопоказаний. У нас есть звоночек. Слышу вас? Здравствуйте. Это Анна Петровна, из Киева. У меня Вячеслав Владимирович вопрос относительно участия частных клиник в, так сказать, введении беременности у женщин. У меня просто подруга находится на втором месяце и в первую очередь по настоянию уже отойдет частный к сожалению, я не знала, как она называется в моей ошибке. А мы забугали и зря. Мы сказали, что угрозу стрелила, напугали я жду ее поздрав, господи, что советуют 30 лет в год вообще лежать, не вставать и ужас, ужас. Девушке хватило странного смысла обратиться еще в район лыжатскую консультацию, где ее успокоили, и я тебе сказала, что лечение беременности нормальное. И хотела спросить, какая у правовая основа работы этих частных клиник, ведут ли они какой-то отчет перед ним с травмом? Просто женщины через определенное положение пугают, что, наверное, очень приятно. Скажите, пожалуйста. Спасибо очень. Ну, тоже абсолютно вопрос, который я часто слышу от моих пациентов. Я не буду критиковать негосударственные структуры, которые на совести каждого из них то, что они говорят. И я думаю, что таким образом запугивая своих пациентов и пытаясь извлечь определенные дивиденды, в одном случае они теряют 10 или 15 случаев, которые к ним потом не придут. Ну, это дело совести каждого врача. Говорить со своими пациентами, реально оценивать то, что нужно делать. Такое же может быть и в государственной структуре, и не в государственной. Тут сложно дифференцировать. Просто хочу сказать, если вам что-то не нравится в приеме в любой структуре, в женской консультации, или в отделении и так далее, нужно подойти к другому доктору и пообщаться с другим доктором. И тогда выбрать себе вариант, который приемлем вам, который не противоречит вашим увидениям. И всегда есть еще уровень заведующих отделений ночмедов и так далее, более опытных врачей, с которыми тоже можно проконсультироваться. Повторяю еще раз, беременность, физиологический процесс. И если вам наступили в 40 лет, все равно раз женщина забеременела, организм готов к тому, чтобы носить эту беременность и рожать эту беременность. За исключением тех случаев, когда это, например, было применение вспомогательных репродуктивных технологий, когда была стимуляция этого процесса, овуляции, или когда, например, в анамнезе были какие-то осложненные роды или осложненная беременность, тогда это нужно четко уже отслеживать, может быть, нужно госпитализировать, может быть, действительно надо постельный режим, но это не значит, что мы должны в каждый случай беременность возводить в рамк особо опасного какого-то процесса. А скажите, пожалуйста, зачем в этой клинике вы имеете право выдавать справки о беременности, ну, вообще, документацию все это стандартное для работающих будущих мам. Да, спасибо, хороший вопрос. До недавнего времени это было категорически запрещено. Сегодня это разрешено очень-очень немногим сертифицированным клиникам. В Киеве, например, это клиника Исида со своими женскими консультациями. Ну, может быть, по одной-две клиник еще в больших городах. Но врач, который получает лицензию на гинекологический осмотр, это не значит, что он имеет право вести беременных и тем более выдавать больничный лист, а тем более давать какие-то справки о беременности. Вы знаете, что справка о беременности это достаточно серьезный документ, который раньше предполагалось в отделении квартиры, еще какие-то льготы для беременных и так далее. Поэтому тут ответственность достаточно большая. Если вы подводите еще один вопрос чуть-чуть в сторону, скажите, пожалуйста, как доктор, как вы посоветуете на первом трипетре, по просьбе подруги озвучила, облегчить токсикоз? То есть ничего там такого некачественных пилогических состояния нет, но самому самочувствуйте очень хорошо. Может быть, это травяные чайи, режим, а вот лучше ... Травяные чайи нет. Во-первых, это зависит от того, есть рвота или нет. Если есть, сколько раз за сутки, если, например, если есть рвота, и эта рвота, например, два, три, четыре раза за сутки, это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Если просто поташнивание и какое-то утреннее недомогание, тогда очень простой и действенный, скажем так, совет. утром до того момента, как вы подниметесь из кровати, вы только проснулись, у вас на прикроватной тумбочке или на столике должен быть какой-то сок или холодный чай несладкий, или там даже обычная вода без газа и сухарик или там галетные печенья, не килограмм, не полкилограмма, а одно печенье. Лежа в кровати до, я понимаю, до того, как вы опустили ноги с кровати, лежа в кровати, этот сухарик разжевать, запить водичкой или холодным чаем несладким или каким-то соком несладким и еще 10-15 минут полежать в кровати. Ваш организм, получив определенную дозу пищи, речь идет о равновесии симпатической и парасимпатической нервной системы. Вот организм, получив сигнал, что он уже проснулся, покушает, переключит ваши связи, которые позволят вам через 15 минут, 10-15 минут после того, как вы вот этот сухарик съели, встать, спокойно идти, уже совершать утренний эмоцион, чистить зубы, мыться и дальше уже можно спокойно жить. Вот 95% вот этих недомоганий снимается вот такой простой процедурой. повторяю, если есть рвота, причем рвота неоднократно, это повод для того, чтобы сказать это лечащему врачу, и там совсем другие методы адаптации. Это определенное нарушение адаптации организма и беременности. Вот происходит сбой небольшой в системе нервации. Спасибо вам огромное за ответы, за совет вам полезен. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Будьте здоровы. Вячеслав Владимирович, молодая мама, я вспоминаю, у меня наоборот была ситуация, когда первые три места мы ввели в домещенскопиленки, но там были свои нюансы, то есть у меня были сложности по течению беременности, и когда мне сказали, то есть у меня часто сложилась связь с врачом, я ему доверяла, все было в оборудовании современного высокого качества. И когда мне сказали, что Анечка, извини, теперь ты должна идти в государственную клинику, у меня был мини-шоп. Все-таки как сейчас государство разрешает, продолжит... Наблюдение беременности. Ну, теоретически. Опять вопрос. Да, слушаем звоночек. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, я из приезжих никак не могу найти себе гинеколога. Вот пока не им клиника во мне выбирает врача, потому что клиника в частных озвучивает одну сумму, а надо с вами с вами вопрос. Без проблем, я еще пока не могу наездной клинике находиться. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я уже сегодня пытался на него ответить в отношении беременных, точно так же это касается небеременных. вы можете прийти в любую женскую консультацию, написать заявление о том, что я хочу наблюдаться в этой женской консультации, подойти к заведующей женской консультации, или если это женская консультация в составе поликлиники, пилиров дома, эти вопросы там чутко знают, кто решает. И моя рекомендация выберите клинику, которая близко, например, к вашей работе или близко к вашему дому, чтобы вам было удобно. И там уже определитесь с доктором, если подходит, не подходит. Сейчас мы по этому вопросу тоже о выборе доктора мы еще будем говорить. Но однозначно это должен быть женский врач, это должен быть гинеколог, как шеф-гинеколог. Вы ответили на ваш вопрос? Спасибо большое. А теперь мы идем к семейному вопросу. Что? А по времени у нас осталось два вопроса. Хорошо, давай мы закончим. Спасибо, Сережа. Ну, семейный врачок мы переходим. Да, ну, то есть по поводу вопросов, то есть сейчас в коммерческой клинике можно продолжать и после первого триместра, но документация должна как-то идти. Я не рекомендую, почему это может даже тех кто будет садиться, это сложнее, чем с этим взяться. Так. Я за то, чтобы была альтернатива, чтобы люди могли выбирать, но я больше за то, чтобы во всех клиниках государственных были условия как час. Я без рекламы нашего центра, но хочу сказать, что диагностическое оборудование нашего центра практически не уступают частной клинике. Мы инверты делаем, и при натальной скринике делаем, 4 современных экспертика стоит, доктора все смотрят, и все, что нужно делать, все делают. для нашего района это более просто, для людей, которые приходят из других районов, но беременные, мы тоже бесплатно служим, только если, например, они хотят конкретному доктору в конкретное время, а там записаны люди, то их перенесут на день или на два попозже. Если они просто пришли, то у нас 4 врача параллельно идут прием, первую смену, вторую смену. То есть можем даже беспределительной записи приезжать? Так, по поводу врачей, да? В последнее время накануне выборов кандидаты и партии часто задевают тему здоровья. Они считают уровень... А, нет, это не... Мы уже на это отвечали. Да, это мы уже ответили. Вот, да. Марина из Киева. В Киеве начинается переход на новую форму медобслуживания. Будем пользоваться услугами семейных врачей. Вопрос я отключу. Я за семейную медицину, однозначно, но думаю, что в Киеве этот вопрос не такой острый и не такой актуальный, как, например, в других местностях. В Киеве четко развита система 38 женских консультаций. Нет необходимости в том, чтобы нагружать семейных врачей постановкой на учет и наблюдением за беременностью. Все-таки обширные полы проходят более сильно и целенаправленно по готовку по пушевству, по никого. и так же как в свое время у нас педиатров пытались перевести в семейные врачи. Такая же история сейчас. Но семейные врачи очень нужны. И семейные врачи будут, этот институт семейного врача будет очень сильно развиваться в нашей стране. Потому что очень много регионов, где нет помощи адекватной. И там семейные врачи должны взять на себя полноту всех пульсов врачебных в том числе и окружения гинеколога. То есть компенсация недостатка специалистов больше? Компенсация недостатка повышенная ответственность. То есть я думаю, что весь мир так работает. То есть первичное звено должно быть больше, чем специализировано. Это все понятно. Но просто для нашей страны вот я так думаю, конечно, это мое личное мнение, потому что есть концепция, которую мы разрабатываем. Но я просто думаю, что нам просто немного сильнее это нужно развивать там, где нет полноценной помощи. У нас есть такая область, где 3-4-5 районов вообще нет акушерных врачей. Ну и конечно, семейный врач должен брать на себя ту ответственность, и наблюдать, и помогать. Со временем, наверное, и в Киеве тоже. Но начинать с Киева, я думаю, что это не совсем так острый, не совсем так болезненный. А вот область, районный дневник врачей, семейный врач он должен быть максимально обучен, он должен быть максимально подготовлен. Мы читаем очень много лекций для семейных врачей, мы принимаем участие в подготовке этих семейных врачей. Я думаю, что это будущее для страны. Это будет менее скраб, это будет больше приближено к непосредственно к людям, и я думаю, что роль семейного врача должна с каждым днем возрастать в стране. Киев всегда был обеспечен врачам, даже участковыми, скорая помощь. Это не район область, которая депрессивная, как он называет, это может быть, не совсем корей. Это просто пример. Но педиатры все-таки остаются когда делали. Остались педиатры, и это правильно, потому что маленькие детки это маленькие детки, есть мальцы. и беременные это тоже из своей революции. Главное, что семейный врач, который будет вести беременную, умел четко распознать, когда течение беременности из физиологического начинает отклоняться к сторонам каких-то осложнений, и передать эту беременную на тот уровень, где ей окажут помощь. Мы с вами говорили в начале нашей встречи, что задача национального проекта это отбор пациентов на более высокий уровень оказанной помощи при каких-то определенных осложнениях или со стороны бенка, или со стороны мальчика. Потому что невозможно создать там клинику третьего уровня, например, в каком-то районе, где будет 10 или 20 в день за год лечиться на этом оборудовании. Это неправильно, это не по-хозяйски, с точки зрения организации помощи неправильно. А вот отбор и подъем этих пациентов на уровне оказания помощи. Если, например, пришла беременная на учет, а у нее заболевание сердца. Заболевание сердца, которое предполагает на переговоре там действия. Вот мы ее выявили и подняли и там, например, какое-то другое заболевание будет обрали. Или, например, выявили порог развития у ребенка. Порог совместимой жизни. Значит, эта женщина должна наблюдаться и вестись таким образом, чтобы или внутриутром мы сегодня уже начали программу внутриутробных операций. Уже создана кафедра медицины плода в стране. И внутриутробную можно делать операцию. То есть коррекция порога внутриутробной. Ребенок рождается уже здоровым. Или, если, например, этот ребенок должен родиться в соответствующем уровне клиники и в первые же часы получить помощь. Не двое-трое суток везти его, пока он уже в стадии декомпенсации умирает. Вот это очень важно. Это задача, о которой мы с вами сегодня говорили, и как раз называется реформа на путешествие. Это как раз национальный проект для развития. То есть мы должны обеспечить максимальную физиологичность в течение беременности, в течение родов, чтобы детки рождались здоровыми, а мамы сохраняли себя здоровыми. А вот эти операции микроутробные у нас насколько часто определяют? Ну еще не часто, мы только начали с экспериментального режима. Это не экспериментальный режим, экспериментальный режим сделали для нас за рубежом, доказали, что это нужно делать. Это предполагает определенную аппаратуру, это предполагает определенное обучение персонала, это предполагает расходные материалы там, достаточно. Но это перспектива, которую мы начали в Украине и будем дальше развивать. И в тех центрах третьего уровня, о которых я говорил, отделения медицины тогда создаются. Мы готовы сегодня говорить, что пройдет какие-то 5-10 лет, мы по организации акушерской и периментальной помощи выйдем на мировой уровень. Хорошо. Так, на этой оптимистической, очень оптимистической ноте я предлагаю у нас время нашей прямой линии уже и стекло. Напоминаю, у нас в гостях был главный акушер-гинеколог, министерство здравоохранения Украины Каминский Вячеслав Владимирович. Рассмотреть еще раз запись нашей беседы вы можете у нас на сайте IFUA или читайте материал в свежем номере газеты акушер-гинеколог. И слава. В Продолжение следует...